Ребята, всем большой привет! Добро пожаловать на еще один урок, связанный с вокалом. Сегодня мы будем рассматривать такую проблему, когда поют новички, они в большинстве случаев свои ноты фальшилят. То есть поют не чисто, если даже пытаются примерно подражать под артистом, у них это получается хуже. Почему? Возникает вопрос. А все дело в том, что они напрягают не те мышцы живота и не те мышцы лица. Какие мышцы живота напрягать, мы рассмотрели в прошлом видео. Ссылочка будет в описании под видео. А сегодня рассмотрим мимику лица. Именно она также влияет на то, как звук у нас выходит из рта и в каком виде его слышат другие люди. И Оксана сейчас расскажет, что такое вокальная маска. Именно вокальная маска очень важна. И какие упражнения нам нужны, чтобы петь нормально. Ну я, по крайней мере, попытаюсь. Всем привет. Что же такое вокальная маска и на что она влияет? Я рассказываю чисто из своих ощущений, как я сама чувствую, пытаюсь этим делиться с вами. Значит, вокальная маска влияет на, конечно же, качество звука. Когда, допустим, человек поет без вокальной маски, просто, допустим, не улыбаясь, да, без, опять же, без какого-то настроения, какой он звук там, ля-а-а-а. Звук получается такой немножко потухший, немножко такой неинтересный. А если человек улыбнется немножечко, да, и, да, поднимет, вот здесь вот у нас, да, есть верхняя губа, нижняя губа, да, и немножко улыбнувшись поднимет верхнюю губу, то, естественно, звук уже поменяется. Ля-а-а-а, он уже будет поярче звучать, поинтереснее и уже посветлее. Как же этого добиться? Ну, реально, на районе буду сегодня экспериментировать. Значит, для начала, опять же, мы вспоминаем, да, мы всегда сначала берем дыхание, то есть выдавливаем наш животик вперед, да, и при этом носиком берем дыхание, можно ртом, вот. И потом, значит, вот эту верхнюю губу необходимо приподнять, вот так, да, то есть показать вот эти верхние зубики, вот. А нижняя челюсть у нас должна отпускаться вниз, то есть она должна не напряженной быть, ага, она должна отпуститься, и таким образом получается вот такой как бы прямоугольник, ротик-прямоугольник. И язык должен лежать, не подниматься, не этот, он должен ровно лежать, то есть мы должны петь как будто бы на кончик языка. Давай, попробуем, возьмем дыхание и просто откроем ротик, получается, да, еще ниже можно отпустить челюсть, вот, отпускай, да, вот, закрывай. Вот теперь попробуем взять звук какой-нибудь, да, возьму, вот, и попробуем на звук «да» спеть, да, при помощи вокальной маски. Попробуешь? Только сначала берем дыхание. Давай, то есть взяли дыхание носик в носик. И сняли, да. Теперь попробуем, чтобы вы видели разницу, да, не без маски, просто спеть «да». Поехали. Теперь с маской. Все, спасибо. То есть всегда максимально отправляем звук вот в эти верхние звуки. Если это касается высоты тоже звука, если, чем выше звук, тем ротик у нас будет опускаться ниже. И вот эти звуки должны показываться больше, да, и губа верхняя подниматься выше, чем звук ниже, мы, то есть, рот уже так сильно не открываем, мы поем просто на улыбочки. Но вот эта вот часть у нас должна быть тоже открытой. Чем выше? Нет, ниже. Ниже. Когда звук идет вниз, мы поем как бы с таким ощущением, что как будто мы вверх идем. А когда звук идет вверх, мы наоборот должны с ощущением, как будто бы мы так сели основательно, да, и поем. То есть не надо там наверх тянуться, да, то есть ощущение должно, наоборот, вниз пойти. Вот, как бы такое вот соотношение должно быть. Давай попробуем. Значит, мы с тобой возьмем звук нижний, да, до улыбочки просто. А верхний звук, так, выкрутили верхний звук, да, возьмем октаву, да, нижняя и верхняя нота. И остальные вверху, так и внизу сложновато. Допустим, мы поем сначала не опускаем себе челюсть, да, но улыбочки. Да, да. Да, челюсть отпустили. Пробуем с тобой. Обязательно не забывайте про дыхание. Пойдем, взять дыхание. Сняли, да. Но ты не очень постарался, надо было еще больше поднять и челюсть отпустить. Для того, чтобы вы почувствовали челюсть вообще, куда она должна опускаться, да, и как она должна. Вот просто нужно сказать слово «да», «да». И при этом можно 10 раз повторить «да», «да», «да». Она не должна, челюсть никуда не ходить, она ровненько. Чтобы вы видели, обязательно надо это делать перед зеркалом. Да, чтобы себя видеть, потому что начинается «да», «да», «да». Кто-то так говорит, по-разному говорят вообще. Язык там у кого-то начинает подниматься «да», «да», и не знаю, что начинает делать вообще. Поэтому обязательно смотрите в зеркало. Смотрите, куда отпускается челюсть и звук отправляйте вот на кончик языка. «да», 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 «да». При этом не забывайте вот эту вот верхнюю губу, да, мы ее тоже немножко подтягиваем вверх. «да», 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 «да». Так, можно еще «май» сделать. Давай попробуем. Получается, слово «май» мы тоже так же челюсть отпускаем. «май», 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 «май». Теперь «сам». «май», 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 «май». Потом попробуй лето спеть. Так, гузы тоже передать. «май», 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 «май». Да, и попробуй с аккомпанементом. Ну, я тебе подыгрываю, да? Давай. Три звука «май» и прям челюсть опускай. Поехали. «май», «май», «май». Да, но вот теперь у тебя не получается. Ты должен дотянуть этот звук. У тебя «май», «май», «май». Как бы, да, ты должен соединить ниточку. И тогда у тебя будет звук протяжный. И он будет сливаться. «май», 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 «май». Вот, вот получилось. Теперь то же самое наверху. «май», 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 «май». Да, вот, Раэль, не видь просто себя. У тебя язычок тоже немножко туда, наверху поднимается. Да, да, жвачка. Вот. Друзья, взрывайтесь без жвачки. Вот. Поэтому язык, конечно, должен к зубикам прижиматься. Ну, вот, если вы начнете учить какое-то произведение или песню, да, то обязательно обращайте внимание на высоких нотах, старайтесь челюсть опускать вверх, верхнюю губу чуть-чуть поднимать вверх, на улыбочки, конечно, с хорошим настроением, с позитивом, и у вас все, конечно же, получится. Более точно будут попадать ноты. Ну, я надеюсь на это. Да. Да, ребята, вот на этом наш мини-урок подошел к концу. Если хотите третий урок, обязательно комментируйте данное видео и ставьте лайк, потому что он будет. Но вот на какую тему, уже решайте вы сами. Все пишите в комментариях. Мы выберем интересный вопрос, его разберем здесь. Подготовка нашего курса уже подошла к концу, уже совсем через дней 5-6. Вы увидите, наконец-таки, этот курс под названием «Учимся петь легко». До запуска осталось чуть-чуть, ребята. Ждем, предвкушаем что-то интересное. А вы, друзья, не забывайте заниматься, смотреть уроки, петь ежедневно хоть по 15 минут, и у вас все получится. Всем до скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»